Привет и профессионалы, и дилетаты. Меня зовут Александр Бубнов. Мы продолжаем тренировать Эстерс. И у нас матч Ислан с Кроной. Сейчас будут матчи на вылет. Поговорим с командой о шансах на выживание. Я скажу так, что я хочу, чтобы вы добились положительного результата. Итоговой ценой для нас станет поражение, усложняя жизнь команде. Вы забываете о том, что перед началом сезона все говорили, что нам придется очень туго. Я скажу так, что уважаемые мнения каждого из вас. Но они, слушай, все расстроились. Они, понимаете, вы что, обосраться хотите, что ли? Я не понял. Нет, я все, конечно, понимаю, что Ланскрона это команда с большой историей. И она выступала в премьер-лиге, вы видите, да? В 2002, 2003, 2004, 2005 сезон она была в премьер-лиге. Потом она болталась во втором, ну, в ФНЛ шведской. Потом вылетела во второй дивизион. Но, знаешь как, я бы не стал, я бы не стал бояться полупрофессиональный клуб. Если вы с таким настроем, ребята, если вы с таким настроем подходите, то вы можете обосраться запросто. Это не профессионализм с вашей стороны. Тренер пришел, распинается перед вами, пытается вас настроить на игру, да? И это самое, там распинается перед вами, бисер мечет перед свиньями. Хотя я, ну да, сейчас шутка должна быть, порой бубнов менеджера 2013, да? Вот там я действительно перед свиньями много бисера выметал. Но в итоге Лигу Чупьеров взяли мы. Так что вы, вы поучитесь сперва с тренером общаться! Я вообще в шоке! Ни разу такого не было с этими командами. И здесь, понимаешь, все в штанишке надолистали перед какой-то полупрофессиональной командой. Вы что там, совсем что ли с ума посходили? Ханс Эклунд считает, что критикуемый менеджер... В смысле критик... Что значит критикуемый? Что значит критикуемый? Кем я критикуемый? Чтоб вы знали, это не моя проблема, то что команда была внизу. Я ее взял внизу, я ее из зоны прямого вылета вытащил. Ну хоть ГАЦ меня поддержал. Но все равно я, понимаешь как, ГАЦ может быть и молодец, и это не его слова, да? Но кем я критикуемый? Кем я критикуемый? Потому что, это самое, когда я принимал команду, да, она была на предпоследнем месте. Я ее поднял, практически спас. Я практически ее спас, елки-палки. Вы что там, опухли что ли совсем? И они меня обвиняют в том, что эти шведы, они вообще ненормальные. Команда несчастная из-за ситуации в... Вы что там, обозвели что ли все? Несчастные они, недовольные атмосферой в раздевалке. Так вы напердели, и ко мне приперлись, что воняет. И что, я что ли пердел? Я не понимаю, угнетенные, подавленные. Что вы за люди-то такие? Долбанные шведы. Потому что, у меня такого не было ни в одной команде, понимаешь? Я и с французами нормально работал, да? И даже с кавказцами я нормально работал в прошлом году. Наставнику следует обратить внимание на нездоровую атмосферу в раздевалке. Вообще, башка-то есть? Идите, играйте и выигрывайте! Угнетенные вы мои! Давайте поговорим. А что происходит? Мы серьезно озабочены, нездоровы. Мы хотим получать удовольствие от игры в футбол. Так иди, получай, играй в футбол, дебил! Иди, играй, Карлсон! Тебе что, на крышу пнуть, что ли? Чтоб ты себя комфортно чувствовал. Идите, играйте! Вот, хоть поняли некоторые, что... Как вы можете требовать от нас хороших результатов? Вот, я скажу так, что... Эта серия побед, давайте выложимся, чтобы достигнуть этого. Это был очень продуктивный разговор. Мы рады, что смогли во всем разобраться. Ну, придурки, кошмар! Я чувствую себя, знаешь, как этим психотерапевтом, к которому приходят на кушетку ложаться по очереди, да? И я с ними разговариваю. Вы понимаете, что... Ну, психотерапевту хотя бы за это платят, понимаешь? А я тренер, мне платят за то, чтобы я их тренировал, а они приходят в очередь, выстраиваются после каждой тренировки к моему кабинету, и начинают каждый ныть. Вот, у меня жена пьет, у меня ребенок колется. Мне какое дело? До того, что у тебя там происходит? Иди на поле, играй! Кошмар! Зато я понимаю, почему от них предыдущий тренер сбежал. Зато у наших соперников есть за хуй, вот такой вот игрок Тири за хуй. Это, значит, это как Тири Анри, только немножко, немножко, этот, скажем так, обрусевший, да? Ну вот, этого игрока, я думаю, что он не будет гнобить. Имя Тири за хуй, особенно известно тем, кто интересуется футболом в Швеции. Я думаю, что, а фамилия его известна всем жителям России. Вот. За хуй в этом сезоне сыграл один... Да, действительно, зачем играл? Непонятно. Два мяча всего забил. Мог бы и не играть. Вот. Такая же кошмар. Такие футболисты, где их берут? Вон, Вазген какой-то в воротах стоит, недовольный. Кабаши, это вообще японец должен быть, а написано, что это албанец. Странно. Ну ладно, еще на полуволию какого-то, похож под наркотой, перекаченного. И вы им проигрывать собрались, что ли? Я не понял. Я скажу так, что пришло время показать экспертам, как вы умеете играть. Вот. Я скажу так, что мы готовы хорошо начать встречу. У нас хорошие шансы, мы будем играть на победу. И поехали. Давайте играть. Дождь идет в этой лоцкроне. Невозможно по такой погоде показывать технические навыки высокого класса. Газон, знаешь, как такой мокрый. Мяч внизу держать сложно. И это дает преимущество менее мастеровитой команде, то есть нашим соперникам. И они, скажем так, ну, лучших, ну, они не такие уставшие, как мы. Поэтому в этом отношении у соперника есть определенное преимущество. Мы потеряли еще и Симон Астранда перед матчем. Вот. Получил он небольшое повреждение. Должен скоро вернуться, но все-таки обращаю внимание на то, что это определенная потеря. Да, мы контролируем мяч, но мы не доводим дело до удара в поворотах. Меня такое положение дел совершенно не устраивает. Совершенно не устраивает. И я от ребят потребую просто постараться. Надо стараться. Причем соперник гораздо больше пока создает, чем мы. Это меня не устраивает. Вот. Пошли, ребята, стараться. Лагас. Крона. Ну, что ты будешь делать? Крона. Ну, нельзя так долго думать. Надо быстрее соображать. Бьоркин. Бокстер. Давай, Колобок. Разгодяйся. Ну, где скорость? Крона. Ну, неплохо. Хотя бы удар нанесли. Ну, и там Колобок-то молодец. Прокатился по флангу. Тогда нервничает. Ну, что ты нервничаешь-то? Все-таки все лучше, чем ничего, да? Вот. Давайте, ребята, додавливайте. Лагас. Дрот. Хорошо. Но вот пасов никуда совершенно. Как можно такие пасы раздавать? Как будто это мы, команда низшей лиги, да? Приехала играть в гости к команде из более высокого дивизиона, да? И мы боимся вот всего, как бы чего не вышло. Это они должны вас бояться, а не вы их. Вот Остен не может мимо какого-то инвалида из второй лиги пробежать. Кабаши бьет, Малкес на месте. Ну, ребята, вы меня... Вы тренера своего позорите. Вы понимаете, в чем дело? Вы тренера позорите. Тренера нельзя позорить. Надо идти вперед и надо создавать моменты, надо атаковать. Вместо этого все, что я наблюдаю, да? Ох, елки-палки. Ребята, что происходит? Не надо контроля мяча тогда. Идем в атаку. Инструкции по сопернику какие есть, такие есть. Вот. И, скажем так, глубже играть не надо. Надо играть нормально. Ну, я бы хлестки навесы предпочитал использовать. Поехали. Нам нужна атака. Хватит сидеть в обороне. Любители пообороняться, поприжиматься к воротам. Я понимаю, что шведы любят там и к мужикам даже прижиматься, вот. Но к своим воротам прижиматься не надо. Сейчас еще дроту карточку дадут, будет вообще прекрасно. да. за хуй подает дроту, прыгает, еле-еле. Не может даже мячик подальше отправить. Вот. И в итоге в принципе по первому матчу у наших соперников даже преимущество имеется. То есть, меня это не то, что удивляет. Я в шоке нахожусь от уровня Ланскроны и от нашей бездарной игры. Потому что пока наша игра действительно бездарная. Очень слабо смотримся и у меня много вопросов к моим футболистам. Потому что так позорно, так позорно играть просто нельзя. Просто нельзя. Так. Я скажу так, что я недоволен качеством показанного футбола. А вы че? Че не вдохновились моей речью? Сыграли как говно. Вот. И еще что-то имеют против. Так. Ну, в принципе, я думаю, что мы сделаем вот как. Дрота меняем на Сумдли. Манса Карлсона выпускаем в Центр обороны. Сейчас, может быть, с Васей их местами поменяем. Да, Вася будет больше созидать. Адмир Байрович, ну, давай будешь как чистый форвард там принимать участие в атаке. Да? Крона и Лагос. Ну, тут у нас есть Ланс Фуре. Очень хороший футболист, который, в принципе, может что-то команде добавить, но он больше все-таки по атаке. Поэтому, пока мы ничего трогать не будем больше. Вот. мы оставим все как есть и немножко в более атакующем стиле будем играть. Дрот меня расстроил своей желтой карточкой, поэтому отправился на замену. Ну, и сейчас надо забивать, надо переходить центр поля, да, и создавать сопернику проблемы. я требую просто, ребята, того, чтобы вы постарались и, наконец, уже добились своего, добились взятия ворот. Крона, скидка, Боргстом, Бьоркером, ну как не забить Бьоркером с этой точки? Фритьем, что ты делаешь? Завершение атаки 9, ну уж должен был решать там в этой ситуации, его вывели уже на открытые ворота иди и делай, да, вместо этого занимается ерундой человек. Я поражен просто, как так можно безответственно халатно относиться к футболу и такие моменты не реализовывать. Лагас, медленно, но верно, Бьоркин подает, и где, и где игроки-то? Вы что не боретесь за мяч? Шаратакис, Лагас, хорошо, Остерд, на скорости, прострел! Ну, зачем навес-то? Ладно, Крона догнал этот мяч своей светлой головой и вогнал его в сетку. Но навесы, это значит, что это не всегда срабатывает, здесь повезло, но я удивился, что Остерд догнал этот мяч, неплохо навесил, и Крона там вколотил уже, красавец. Сделал все как надо. Мы повели 1-0, теперь, теперь надо сконцентрироваться, потому что, если они сейчас расслабятся, начнут халявить, это будет нехорошо. Нам ведь нужна победа, и желательно победа уверенная, перед ответной игрой, вот, поэтому, здесь, уходить в глухую оборону, это неправильно, за хуй подает, он решает, вот так сыграть, дальний удар, не точный. Здесь все, что угодно может случиться, все, что угодно может измениться, поэтому, тут надо быть внимательным. Ну, что вы, нет, опять сели в оборону, я просто, я просто не понимаю этого. Зачем вы садитесь в оборону? Что вы делаете? Идите, закрепляйте преимущество, забивайте второй гол. Что вы делаете? Сели, понимаешь, в оборону, и думают, что мы красавцы, мы план на игру выполнили. Ничего вы не выполнили? Что вы там выполнили? Шарантакес на желтой карточке, я вот за него опасаюсь, поэтому, наверное, все-таки странно, выпущу. И, подожди, и, значит, нам нужно понять, кого выпускать на падение. Есть Джоханнесон, есть Фана. Ну, давай выпустим Фану, по Фану, да, как говорится, оттянутым форвардом, пусть помогает, создает опасные моменты. Все-таки Фана это умеет делать, он достаточно скоростной для шведской лиги, и вполне может, скажем так, исход эпизода решить. Но если забьем второй, можно уже будет играть в таком-то атаках. Фана, хорошо, отдай. Ну, куда ты отдал-то? На ход надо было Кроне отдать. На ход. А не так, как ты это сделал. Малквист, без глупостей, давай с партнером, сыграй, сыграй с партнером. Это, это твой партнер, что ли? Энн, давно в твоей команде играй? Это не партнер. Фана. Ну, давай, хорошо, на Боргстрема, Боргстрема, ужасно, Боргстрема, это просто ужасно, то, что ты, ох, елки-палки. Ох, повезло, конечно. Повезло. Как так умудряются играть? Я не знаю, с такой слабой командой так плохо играть, и это надо вообще постараться. Кстати, а постараться, давайте-ка вы, постарайтесь, и забьете еще. Здесь игра идет, знаешь, как, чем больше забьешь, тем лучше. Сундли, назад, на вратарь, ну, отдай партнеру своему, ты можешь отдать? Ты знаешь, как твои партнеры выглядят, Малквист? Ты это знаешь, нет? Почему ты даешь сопернику мяч? Кошмар. Пасует соперником, и потом будет орать на партнера, где защита? Любимый вратарский трюк, да? Если что, я не виноват, Лагос изо всех сил выбил мяч, изо всех сил, понимаешь, даже до скобейки не добил. Это что, у тебя все силы, что ли, такие? Это не смешно. Отбирай, Остер. Кошмар. Захуй оказался вне игры, ну, можно ему только посочувствовать. 1-0 мы выиграли, но, знаешь, команда должна знать, что сегодня они показали очень хорошую игру. Я не доволен качеством показанного футбола. Я не знаю, где была очень хорошая игра, я ее почему-то не видел. Наставник команды Эстерс под огнем критики. Может быть, отправлен в отставку уже в самом скором времени. Бубнов, неудовлетворительный результат матча против Ланскроны может решить его судьбу. Да, знаешь как, мне бы не очень и хотелось бы здесь оставаться. Почему? Потому что давление какое-то сумасшедшее, как будто, я не знаю, Мадридский реал тренирую. Я эту команду спас от вылета, да? И отношение такое, как будто, я не знаю, как будто, ну, знаешь как, я с первого места ее опустил в зону вылета, да? И потом, даже если я сейчас ее не спасу, да? Отношение такое, как будто я в душу нагадил, понимаешь, все. Меня это явно не устраивает. А вот Фрейкса теперь в матч Браге проиграл. Хотя, вроде бы, команда из высшего дивизиона считается. Ну, я небольшие перемены в составе произвел. Фура выйдет с первых минут, Фана выйдет с первых минут, вот, Сундли выйдет с первых минут. Я, конечно, мог бы Карлсона поставить, но у Карлсона средняя оценка ужасная, он же привезет. Я вот там даже не сомневаюсь. Вот, но остальных я оставил, как есть. Тарант готов будет подстраховать кого-то из крайних защитников. Вот, так что мы сейчас утверждаем состав. Наша задача спокойно доконтролировать. У соперников состав примерно тот же самый, только с крайними защитниками. Они что-то там помудрили. Вот, я скажу так, что нужно сделать все возможное, чтобы победить. Инструкции по сопернику раздали. Далее пойдем в Миг-зону. Поехали. Фана. Ну-ка, давай, разбирайся. Вот это скорость. Ослинду и не снилось. И прострел, но если бы был куда-то в район 11-метровой отметки исполнен, это было бы опасно. Но мы дома играем и явно задавили наших соперников владением на первых минутах. Но надо это владение воплощать в результат, воплощать голы. Крона подает. Крона против Ланскроны. Это же тоже своего рода дерби. Бьеркин, Крона. Вперед играет Байровича, сбили. Судья не обращает на это никакого внимания. Кабаши выходит один на один. Удар Малквист на месте. Но нам надо забивать. нам надо забивать голы. Я не понимаю, почему вы решили, что вам нужно отсиживаться в обороне. Ребята, идите в атаку. Идите в атаку, забивайте голы. Что вы там вошкаетесь возле наших ворот? Мне не это от вас нужно. Мне нужны голы, а не вот это что это такое. Это сейчас мог быть гол. Мог быть гол. постарайтесь, идите в атаку, забивайте. Что вы делаете? Почему вы прижались к нашим воротам? Мне это от вас не нужно. Мне не это от вас нужно. Мне нужно, чтобы вы... так, давайте чуть выше располагаемся тогда. Вот. И это самое. Играем просто достаточно узко. Возможно у них не хватает мышления игрового, чтобы в этой ситуации что-то по-другому делать. Но они прижались к воротам и они не знают как от них отжаться. Опять. Вы что? Вы с кем к воротам прижимаетесь? С ланскронной! Вы с ланскронной к воротам прижимаетесь! Вы должны их прижать, чтобы они думать забыли об атаке. Почему они атакуют? Я у вас спрашиваю! Вы должны атаковать! Вы должны их рылом возить! А наш газон! А в итоге получается так, атакует соперник. И мне на это просто смотреть неприятно на эту игру. Фанна, немножко играй с партнерами. Вот. Хорошо. Хорошо. На вес пошел. Это Боргстер даже колобок забивает. колобок красавец, конечно. Смотрим, 160 сантиметров. Смотри, как покатился, да? От лисы ушел, от волка ушел, от медведя ушел. Но надо чаще такое делать. Что вы это делаете на 35-ой минуте? Надо было раньше. Ну, Борг, чтобы здесь, конечно, вколотил. Фана отличная подача. Вот это празднование отборств страшное было. Когда на тебя несется колобок весом 120 килограммов, там любой штаны надрыщит. Даже самый опытный игрок. Ну, елки-палки. Ну, что вы делаете? Ну, почему вам опять надо кричать? Сконцентрируйтесь. Не позволяйте соперникам много свободы. Опять, смотрите, это опять проходит. Как этот Кабаши оказывается на острие атаки? Я понять не могу. Малкис, ты слепой, ты меча не видишь, что ли? Он прямо в тебя практически ударил, ты увернулся. И вот, вот, пожалуйста, да, они забивают еще один гол, они проходят, а вы нет. Вот это что такое было? Вот это что было такой Шарантакис? Ну, и Малкис, конечно, супер вратарь, сыграл божественно просто. И я говорю, сконцентрируйтесь. Они вообще не знают, что такое концентрация. Что мне от вас требовать, чтобы постоянно атаковали? Так идите атакуйте, показывайте пример, как надо играть в атаке. Так вы же не можете это сделать. И в атаке не можете, и в обороне не можете. Проблемы с какой-то лацкроной. Это потрясающая команда просто. Не может жуткого аутсайдера приезжать к стетке. Еще и Дрот опять получает желтую карточку. Красавец! Слов нет. Просто слов нет. И сейчас любой случайный отскок в наши ворота. И все. И прощай вторая лига шведская. Я недоволен качеством показанного футбола. Байрович. Крона. Ну Дрота я заменю. Я с ним даже разговаривать не буду. Потому что нельзя до такой степени плохо играть. Нельзя. Это какой-то позор. Ну не стыдно признаваться друзьям, что я вас тренирую. Потому что они говорят что Бубнов совсем сдал. Команда ужасно играет. Вот так. Ну Моман с Карлесом выходи. Так. Поехали. Второй тайм. Немножко в прессинге добавьте. Да как Шарантакес ты пропускаешь мимо себя эти удары? Постарайтесь уже забейте пару голов им. Что вы делаете-то? Почему они 7 ударов нанесли по вашим воротам? А вы так мало? Ужасно. Это просто ужасно. Я хуже команды не тренировал, чем это тестов. Они с таким слабым соперником не могут с позиции силы сыграть. Хотя вам там чуть ли не повышение в Алсвенском по итогам по составу пророчили и так плохо играть это надо постараться. Это все что там Мазынский Атлетика вылетит из примера. А тут я не знаю я просто в шоке. Я понятия не имею как их заставить играть. Они просто не играют. говоришь играй. А они говорят нет я не умею. И вот что хочешь с этим то и делай. Бьеркин ужасно играет. Я выпущу Странда может быть с ним что-то поменяется. Но я пока не вижу этих положительных изменений в игре. Давай борстом. Сундли. Ну куда ты? Фана ну куда ты играешь? Куда? Шаратакис мяч! А там свисток уже был окажется. Я то думал он настолько уже обленился что за мячом бежать не хочет. Крона Странд. Вышел Странд вот фуры не попадает из хорошей позиции поворота. Но это хотя бы атаки это уже знаешь лишь что-то. до до того у нас даже атак не было хороших. сейчас хоть сумели могучую лоцкрону прижать к воротам. И то хорошо. И то у нас этого не всегда получалось. Есть еще время. Может быть Джоханнес выпустить нападающего. Потому что этот Байрович хоть и молодой вроде бы неплохой игрок. но он не успевает. Выпускаем Джоханнес она. Форвард выдвинутый форвард. Таргет мэн. Давай таргет мэн. Может быть пару навесов примет. Может быть один даже забьет. И то будет неплохо. Шарантакес хорошо сыграл в кой-то веке. Байрович. Ну давай Байрович. Отдал пас на метр на крону. Крона Фанни. Здесь Фуре. Форвард. Все садись Байрович. Слушай ну такие моменты пороть это надо вообще постараться быть уникумом просто. В первой игре я помню там Бьеркин не забил сумасшедшим но он не форвард. Понимаешь а из той позиции с какой сейчас Байрович бил форвард промахиваться не имеет права. Не имеет права. Поэтому я категорически недоволен действиями своего нападающего. Ну здесь надо подхватывать мяч Василий. Ну Василий Вася что ты делаешь? Кошмар и куда попало скинул. Ну прими на грудь тебе никто не мешает принять мяч на грудь подождать и потом уже елки палки. Они вообще они вообще в футбол такое ощущение что первый раз сыграет и не понимают как надо действовать. тебя никто не атакует спокойно принимай мяч и дальше уже действуй по ситуации. Джоханнесон поборолся скинул хорошо Боргстрем хорошо. Ну это по крайней мере осмысленное действие какое-то. Джоханнесон поставил спину прострелил и там дальше уже Боргстрем только немножко наподтачил со своей стороны. Странт это фулл это фулл сейчас надо реализовывать забивать да и все забивай офсайд оказывается да он бы не забил там вратарь с этим ударом бы однозначно справился но конечно я недоволен тем чтобы пропустили это ошибка вратаря была да но эта команда которая сейчас была в этом сезоне под нашим контролем но это скажем так я скажу так что все зашло в обстрак играли безобразно то что спаслись это удивительное стечение обстоятельств Фрей вот не спасся Фрей вылетел вот победа в первом матче помогает вопрос от представителя вам не повезло что за хуй провел не хочу даже говорить его фамилию чтобы потом я штрафовали вот Сабер Азизи является кандидатом в команду Афганистан ну да с такой скоростью только наркотики через границу провозить ну я сейчас почитаю что нам скажут уклончив в ответах новый рекорд без поражений установили рекорд и мне никто не может даже прийти и руку пожать да скажем так вот но мы я думаю что мы остались игрок сезона по мнению болельщиков Себастьян Крона лучший гол сезона Крона лучший приобретение Шарантакес бесплатно лучший молодой игрок стран 24 года слушай 24 года это уже не молодой голос ну вот периодически испытывали трудность а тем не менее удалось провести удачную кампанию это дядя Саша у вас где хоть одно упоминание обзора выступления голком что вы не написали пришел дядя Саша спас команду понимаешь нету ничего такого внутри коллектива все хорошо собрание посвященное окончанию сезона так я скажу так что нужно избежать прямого вылета мы готовы к большему и вы это знаете хорошо в середине таблицы а что вы на большее что ли вы на большее что ли способны вы еле 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 на скромном победили в одном матче понимаешь доцелились они на высокой если если мне дадут деньги и я вас всех разгоню то да я смогу за повышение побороться понимаешь ой вы недостаточно амбициозны я вашу игру видел потому что недостаточно амбициозен я нытики просто шведские нытики сборище я не знаю что с вами делать понимаешь сборы 9 недель вы будете у меня пахать на сборах на сборах понимаешь багаж будете нарабатывать Бубновский они решили решили знаешь схалтурить правильно 5 ноября сезон закончится 20 января они вернутся к тренировкам что они будут делать эти 3 месяца пить конечно пить будут потом придут тренированные с пузом все с пивным и говорят Александр Александр тренируйте нас а я не буду вас тренировать больше если вы с таким отношением будете я посмотрю на следующий сезон как они настроятся да я вообще максимально хочу обновить состав потому что тот состав который имеется это позор какой-то полный вот борг стрем нормально приобретение забил важный гол да это все конечно хорошо красавец но остальные ребята у меня много к вам вопросов очень много вопросов надеюсь что надеюсь что я на ваш счет ошибаюсь и вы действительно нас в следующий сезон сможете показать гораздо более качественную игру но всем большое спасибо за просмотр надеюсь что вам эта серия понравилась если это так не забывайте ставить пальцы вверх не забывайте подписываться на канал на группу вконтакте да надеюсь что вы быстро соберете 600 пальцев вверх и 4000 просмотров да и вы поскорее увидите новую серию всех еще благодарю всем удачи всем пока